Здравствуйте! Мы добрались до семнадцатой лекции. Это такая дополнительная лекция, которую я в течение семестра не прочитал, потому что в семестре не целое число недель, а дробное, поэтому в семестре получается лишь 16 или 17 лекций. В этот раз она в семестре не влезла, но я решил рассказать, когда мы записываем эти лекции. Эта лекция про мостик от дифференциальной геометрии к алгебрической топологии. Слово топологии у нас все-таки есть. Смотрите, тема у нас сегодня — это кагомологии Дерама. Дерам — это такой французский математик XX века. Значит, с чего мы начнем? Мы начнем с дифференциальных форм. М — это какое-то многообразие, значит, и мы знаем, что у нас есть такое пространство омега К от М. Это у нас пространство К-форм. Значит, там живут дифференциальные формы степени К. Давайте мы сейчас дадим некоторые такие определения. Значит, первое определение, что значит форма омега замкнута, если d омега равно нулю. Значит, пространство замкнутых форм обозначается у нас Z-к от М. Это у нас множество таких форм степени К на М, что дифференциал от омега равно нулю. Значит, это у нас такое пространство К-форм. Смотрите, это линейное пространство, а это его линейное подпространство. То есть очевидно, что если я там омега-1 и омега-2 замкнут, то их сумма омега-1 плюс омега-2 тоже будет замкнута, потому что дифференциал от суммы это суммы дифференциалов, ну и множители тоже можно вытащить. Теперь другое определение. Значит, что форма омега точная, значит, если существует форма тета такая, что омега это d тета. Вот. То есть омега является чьим-то дифференциалом. Да, то есть пространство таких форм оно обозначается b. Значит, b кт от М это у нас такие омега из омега-2 от М, что существует тета такая, что d тета равно омега. Измысловатые утверждения, что точная форма замкнутая. Точная форма замкнутая. Значит, то есть у нас пространство точных форм лежит внутри пространства замкнутых форм. Доказательство достаточно очевидно, потому что дифференциал от омеги, если омега это d тета, это у нас d квадрат это будет 0, потому что, как мы помним, это одна из аксиом внешнего дифференциала d в квадрате 0. Поэтому смотрите. Поэтому можно взять и рассмотреть вот такую штуку определения. Давайте я буду вот как hk от M обозначать такой вот фактор пространства. Так как это у меня лежит внутри, и у меня и это, и это линейное пространство, это легко понять, то тогда я могу взять и рассмотреть фактор пространства. То есть у меня, значит, будет, ой, сейчас, наоборот, неправильно, неправильно. У меня, значит, внутри циклов у меня лежат границы. Вот такой вот фактор пространства называется катой группой когомологии дорама многообразия M. Вот, значит, давайте мы напишем сразу несколько замечаний. Первое, смотрите, хотя мы называем ее катой группой когомологией дорама, на самом деле это линейное пространство, это фактор пространства этого линейного пространства по вот этому подпространству, да. Значит, это линейное пространство над R. Линейное пространство над R. Значит, вторая штука, значит, часто обозначается H, K, T, а тут DR, DRAM, DRAM, DRAM. Вот в чем дело. В алгебрической топологии есть много разных групп когомологии. Есть когомологии дорама, есть Чеха, Александрова Спейнера и так далее. Для, в каком-то смысле, хороших топологических пространств они все дают один и тот же результат. Хотя, безусловно, есть такие примеры, когда там вот такие-то и вот такие-то когомологии для вот такого там какого-то хитро придуманного пространства, они разные. Поэтому часто пишут просто вот так вот, потому что все равно как их определять. Но если хочется подчеркнуть, что это именно дорамовские когомологии, то мы, значит, пишем вот так. Так как в нашем курсе никаких когомологий кроме дорамовских нет, мы часто будем говорить просто катая группа когомологий, да. Значит, дальше давайте мы дадим такое определение, да. Смотрите, это линейное пространство, давайте мы его размерность будем обозначать через bk. Будем говорить, что b, там давайте я буду писать индекс, ну вообще индекс, там некоторых причин разумнее писать сверху, но давайте будем писать снизу, чтобы никто не думал, что это степень. Значит, размерность вот этой штуки называется катая число битти, катая число битти, многообразие m. Смотрите, вообще-то вот у нас пространство форм это какое-то чудовищное бесконечномерное пространство, да. И вот эти штуки на самом деле тоже какие-то бесконечномерное пространство очень сложное. Но вот их вот это фактор множества, на самом деле оно оказывается для разумных многообразий конечномерным. Вот. Поэтому вот эта штука, значит, в этом определении есть смысл как бы, потому что обычно как бы это какое-то такое конечное число. Теперь смотрите, как бы у нас элементами фактор пространства являются классы эквивалентности, да, значит, давайте мы скажем так, что вот если у меня есть, значит, вот такой вот класс эквивалентности из вот этой самой группы гомологии, да, значит, вот мы будем говорить, что определение. Значит, вот это самое омега, это когомологический класс, когомологический класс, ну, в скобочках я напишу формы омега, да, потому что, значит, омега это у нас, значит, представитель. Представитель вот этого самого класса омега, да, значит, дальше смотрите, как бы давайте мы заметим следующий факт, что вот если у нас, значит, такое вот утверждение, утверждение первое, да, что значит, если у нас сигма и тау у нас, значит, они, значит, они, значит, замкнутые, тогда их внешнее произведение тоже замкнутые. Ну, доказательство такое очень простое, потому что дифференциал от вот этой штуки, что это такое, это д сигма на тау плюс-минус единица в степени степени сигма, сигма на д тау. Но у нас д сигма, значит, замкнутая, поэтому вот это 0, то есть сигма замкнутая, поэтому это 0, а тау замкнутая, поэтому это 0, поэтому это 0, соответственно, значит, это действительно так. Отлично. Смотрите, как бы у нас произведение точных, у нас произведение замкнутых форм замкнутая, а тогда смотрите, я хочу сказать, что можно определить тогда структуру произведения. Да, значит, смотрите, давайте я сделаю вот, что давайте я возьму, значит, h от m, это будет просто сумма по всем к, там от 0 и до бесконечности, но мы обсудим на самом деле, что там и до бесконечности, вот таких вот штук. И давайте я подведу туда внешнее умножение, внешнее умножение кагомологических классов. Смотрите, вот пусть у меня есть класс формы сигма, который лежит у меня в катах кагомологиях, и пусть у меня есть класс формы тау, который лежит в эльтах кагомологиях, вот у меня два кагомологических класса. Тогда давайте я определю произведение класса сигма на класс тау, значит, это у меня по определению будет просто класс сигма на тау. Значит, вот такое вот утверждение, значит, это произведение определено корректно. То есть, не зависит от выбора представителя. Ну, в самом деле, сейчас я сменю маркер. В самом деле, смотрите, давайте я заменю, давайте вот в этом классе выберу другой представитель. Давайте я здесь выберу сигма плюс какой-то дтэта. Да, вот у меня вот этот вот класс совпадает у меня с этим, да, потому что это классы по модулю точных форм. Да, хорошо, а давайте я посмотрю. Вот я взял сигма плюс дтэта, и я хочу это умножить на тау. Значит, по определению это у меня будет сигма плюс дтэта умножить на тау. А это у меня равно будет, значит, сигма на тау плюс дтэта на тау. Ну, смотрите, давайте я замечу вот такую вот вещь, да. Давайте я замечу, что у меня, что у меня будет д от сигма на тау, да. Это будет, значит, д сигма на тау плюс минус единица в степени степень тета. Степень, значит, д от тета на тау это дтэта на тау плюс минус единиц в степени степени тета, тета на d тау. Но тау, она же у меня замкнутая, да, потому что у меня гемологические классы — это классы замкнутых форм. Поэтому это у меня будет ноль, и это будет просто дтэта на тау. Из этого следует, что вот эта самая штука, она у меня равна, значит, это у меня равно классу от сигма на тау плюс дифференциал от тета на тау. Но смотрите, это же у меня точная форма, поэтому это тот же самый класс, что сигма на тау. Смотрите, если я вот здесь первую форму, если в этом классе выберу другой представитель, результат будет тот же. Доказательство, что будет, если я здесь выберу другой представитель, оно точно такое же. Поэтому это произведение, оно определено корректно. Ну да, поэтому у меня получается, значит, что у меня, значит, h от m, это значит, что у меня будет, значит, кольцо. Это называется кольцо к гомологии. Кольцо к гомологии, многообразие m. Там у нас, значит, есть внешнее произведение, которое форму степени m умножает на форму степени a и дает мне форму степени k плюс l. Значит, это для тех элементов из этой прямой суммы, которые однородные, да. А дальше я это умножение просто распространяю по линейности на все формы. Отлично. Значит, теперь давайте мы попытаемся доказать какие-нибудь очень простые утверждения. Вот, смотрите, давайте мы спросим себя, а что такое h0 от m? Да, ну, смотрите, как бы. Значит, у меня это будет, значит, z0 от m, да. Ну, смотрите, мне нужно факторизовать по дифференциалам от минус один форм, но их нет. Поэтому там будет просто, просто ноль, да. То есть мы факторизуем по нулю, поэтому это просто z0 от m, да. А что это такое? Да, это ноль формы, то есть гладкие функции, такие, что их дифференциал равен нулю, да. Значит, здесь вы можете сказать, что, ну, это, естественно, константы. Это не совсем так, потому что вот в чем дело. Представьте, что у многообразия есть, например, три компоненты связанности, да. Вот, 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 вот у меня m. Смотрите, вот у меня здесь может быть своя константа, здесь своя, а здесь своя. Смотрите, дифференциала от вот такой вот функции, если на вот этой компоненте c1, на этой c2, на этой c3, это будет ноль, как бы. То есть, смотрите, как бы у вас, если дифференциал равен нулю, то f у вас константа на компоненте связанности. А на разных компонентах связанности это может быть разное. Поэтому, смотрите, вот у вас вот здесь вот три компоненты связанности, поэтому у вас вот такая функция f, она сопоставляется такой вот тройке c1, c2, c3, которые элементы из r3, да. Ну, тогда понятно, что, смотрите, если у вас n компонент связанности, у вас такие функции, они будут во взрывно однозначном соответствии с наборами из n чисел. Поэтому это у нас просто, значит, n, запятая, значит, где n количество компонент связанности. То есть, значит, мы доказали вот такое вот утверждение, да, значит, что h0 от n это r в степени, которая просто количество компонент связанности. Мы говорили с вами, что размерность это число бетти, да, поэтому здесь, значит, соответственно, значит, b0 от m это просто будет размерность этой штуки, поэтому это просто количество компонент связанности. А теперь смотрите, вот мы с вами когда-то обсуждали, что если взять внешнюю степень векторного пространства, степень не большую, чем размерность этого пространства, то там будет только ноль. Ну, потому что у вас в силу кососимметричности, да, это будет вытекать. Вот, значит, ну, ничего страшного. Значит, посмотрим, что это значит для нас. Это значит, что на многообразии размерности n нет дифференциальных форм степени больше, чем n, кроме нулевых. Из этого сразу следует вот такое вот утверждение, утверждение, значит, если, значит, размерность m равна n, то тогда у нас hk, то при k большем, чем n, у нас hk от m, это будет просто ноль. Смотрите, здесь ноль, подразумевается не число ноль, а линейное пространство размерности ноль, то есть оно имеет только один элемент ноль. Понимаете, как бы у вас есть, что называется, нулевое векторное пространство, состоящее из одного единственного элемента нуля. Легко проверить, что у такого пространства все аксиомы они выполнены. То есть давайте я подчеркну, что вот это вот у нас векторное пространство, которое вот просто состоит из одного только нуля. Значит, вот такая трудная штука. Значит, вот мы как-то очень просто справились, значит, с h0, h, у которых там очень высокая степень, но на этом на самом деле какие-то простые вещи заканчиваются. На самом деле посчитать как эммологические группы, это требует некоторой техники. Но в простых случаях это можно сделать непосредственно изопределение руками. Давайте мы посмотрим на примеры. Пример. Вот первый пример. Я хочу посмотреть пример, когда m у меня равно r. Значит, что я знаю? Значит, я знаю, что у меня h0 от r, это у меня будет r, так как связано. Значит, у нас это r в степени количества компонент связанности, а здесь одно-единственный компонент связанности. Вот, значит, я знаю, что hk от r, это у меня будет 0 при k больше, чем 1, потому что в силу того рассуждения, которое у нас было. А вот давайте мы с вами подумаем, что у нас такое будет h1 от r. Это у нас будет z1 от r по b1 от r. Значит, что это такое будет? Значит, посмотрите, это будут такие формы, что такие 1 формы на r, значит, что d омега равно 0 по... А что это такое здесь? Это просто дифференциалы функции. Тогда, значит, равно... Ну, смотрите, здесь размерность 1, два формы кроме нулевых нет, а дифференциал 1 формы — это 2 формы, поэтому это условие, оно выполнено автоматически. Поэтому на самом деле это будет просто пространство всех 1 форм, да, то есть никакого условия здесь на самом деле нет. И мы будем категоризовать по дифференциалам функций. То есть вот у нас на самом деле такой вопрос здесь... Здесь выникает всякая ли 1 форма является на самом деле дифференциалом функций, а если нет, то как там это дело устроено? Отлично. Вот давайте я возьму форму омега, которая у меня произвольная 1 форма, да? Тогда она локально запишется у меня как g от x dx, да? Вот. А дифференциал f у меня устроен как? Это просто значит f' от x dx. Из этого следует, что у меня омега равно df — это просто эквивалентно тому, что g от x равно f' от x, да? То есть смотрите, как бы это просто значит, что g у нас это производная функция f. Вот вопрос. Для любой ли функции g можно найти такую f, что g будет ее производной. Ответ. Да, как бы, да. Давайте мы возьмем, значит, f от x, который будет у нас интеграутом от 0 и dx, значит, g от x dx. Тогда у нас, значит, f' от x — это будет g от x. То есть что мы видим? Мы видим, что на самом деле каждая омега является производной, является дифференциалом функций, да? То есть такая, значит, лемма, да? Значит, любая омега, которая, значит, g от x dx, принадлежащая множеству, значит, один форм на r, является дифференциалом функции f, где у нас f от x — это у нас просто интеграл от 0 и dx, g от x dx, ну, на самом деле это интеграл от 0 до x от омеги, да? Это же омега. А это что значит? Это значит, что у меня вот это множество совпадает с вот этим множеством, значит. То есть у нас вот эта штука просто равна вот этой штуке, у нас с этим множество, они совпадают, ну и, следовательно, у нас тогда вот эта самая h1 от r, ну, как сказать, если вы фокализуете пространство по нему самому, результат у вас будет 0, да? Вот. Поэтому, значит, у нас получается вот такой вот ответ. Значит, что? Давайте мы его сейчас запишем, да? Значит, ответ у нас кагомологии от вещественной прямой, они устроены так. Это у нас r, если k равно 0, и 0, если k больше, чем 0. Вот мы нашли с вами просто по определению кагомологии драма от вещественной прямой. Отлично. Давайте это посмотрим для сравнения на второй пример, который у нас будет окружность. Да, значит, ну, здесь, значит, начало устроено так же, h0 от s1, это будет r, так как связано, да, одна компонента связанности. Вот, дальше мы точно так же знаем, что hk от s1, это будет 0 при k большем, чем 1, значит, потому что формы в степени 2, 3, 4 и так далее, это будет 0. А дальше начинается интересное, как бы, вот я хочу посчитать h1 от s1, да, который, значит, у меня z1 от s1, фактор по b1 от s1, значит, опять-таки формы, от которых дифференциал 0, это будет все формы, да, значит, вот все 1 формы, профакторизованные по дифференциалам, значит, функции, которые у меня гладкие функции на окружности. Отлично. Давайте посмотрим, все ли у нас будет так, как там. Значит, смотрите, вот пусть у нас есть омега, которая у меня 1 форма на окружность. Она запишется, опять-таки, омега будет у меня g от x, dx. Единственное, что, смотрите, как бы, вот здесь x у меня это такая вот угловая переменная на окружности, давайте я ее даже буду называть φ, давайте, вот я g от φ до φ, да. Ну, смотрите, у меня вот угловая координата φ на окружности, она проедена с сложностью до 2π, так ведь? Поэтому у вас функции на окружности будут отвечать функциям, которые будут 2π периодически. То есть у нас вот g это вот такая штука, значит, где то, что важно, где g от φ плюс 2π равно g от φ, где g у нас периодическое, да. И опять-таки, да, у нас, значит, дифференциал f, это у нас будет f штрих от φ до φ, да. Значит, и у нас, значит, опять-таки, функции тоже должны быть эти 2π периодически. Отлично. Давайте мы зададим опять-таки вопрос, вот когда у нас омега равно df, да, как нам понять, значит, равно это или нет. Ну, давайте я попытаюсь сделать так же, как я делал раньше. Я скажу следующее, что вот пусть у меня, значит, омега равно df, да, значит, значит, омега равно df у меня эквивалентно тому, что g у меня равно f штрих. И тогда я могу взять и написать вот такую же вот форму, да, я могу написать, что f от φ, это у меня интеграл от нуля и до φ, g от φ до φ. Но у меня здесь будет проблема. Проблема заключается вот в чем. Даже если g периодическая, f может быть непериодической. Значит, если g периодическая, то f не обязательно периодическая. Пример. Давайте я сделаю вот что, как бы я возьму g от φ равно 1. Это безусловная константа, это периодическая функция. Тогда у меня f от φ и у меня равно просто φ. Это значит непериодическое. Поэтому смотрите, как бы, здесь уже, значит, не каждая омега является дифференциалом функций. То есть, смотрите, как бы, вы по g можете построить такую функцию f, но это не будет функция на окружности. Нам нужно, чтобы это была функция на окружности. А функция на окружности, они отвечают периодическим функциям, значит, на прямой, да. Поэтому у нас, значит, то есть, значит, следовательно, значит, не каждая форма омега на окружности является дифференциалом функции. Это очень важно. Хорошо. Давайте мы поставим тогда такой вопрос. Вот когда функция, значит, когда f от φ определенная формула и звездочка периодическая. Да? Ну, хорошо, значит, у нас f от φ плюс 2π должно равняться f от φ. Это, значит, то же самое, что интеграл от 0 до φ от g от φ до φ плюс 2π должен равняться интегралу, значит, от 0 до φ g от φ до φ. Да? Отлично. Но, смотрите, как бы, если я перенесу все это в одну сторону, да, то я увижу, что на самом деле у меня там стоит вот такая штука. У меня там на самом деле стоит, значит, интеграл от 0 до φ плюс 2π g от φ до φ и минус интеграл от 0 до φ g от φ до φ равно 0. Но это то же самое, что интеграл от 0 и до 2π g от φ до φ равно 0. Смотрите, это такое важное утверждение, да, значит, лемма. Причем, смотрите, как бы здесь у вас везде стоит равносильность. Лемма, значит, омега равно df тогда и только тогда, смотрите, а это же омега, когда интеграл от 0 до 2π от омеги равен 0. То есть, смотрите, как вот у нас вот в этом вот, вот у нас есть такой вот фактор пространства, да, так вот, вот здесь вот те элементы, которые вот отсюда, они имеют вот такой вот вид. Отлично. А теперь, смотрите, как бы, давайте я сделаю вот такую вот штуку. я возьму каждую омегу и представлю ее в таком виде. Значит, омега, значит, минус 1 на 2π интеграл от 0 до 2π от омега плюс вот этот вот 1 на 2π интеграл от 0 до 2π от омега, да. Смотрите, вот это вот у нас число. И вот это вот у нас тоже число. Теперь смотрите, как бы у меня интеграл от 0 до 2π от вот этой вот штуки равно, это будет интеграл от 0 до 2π от омеги минус. Смотрите, это константа. Когда вы интегрируете константу, вы ее просто умножаете на длину этого отрезка. Минус 2π на 2π интеграл от 0 до 2π от омеги. Это будет 0, потому что это единица. Поэтому у нас что получается? Смотрите, у нас когмологический класс омеги равен... Это просто то же самое, что когмологический класс вот такой вот штуки. Ну, смотрите, вот эта вот штука, да, от нее интеграл 0, поэтому это дифференциал какой-то функции f, потому что мы знаем, что если интеграл 0, то это дифференциал какой-то функции. Тогда это точная штука, поэтому ее когмологический класс это просто вот такой вот когмологический класс. Но это же просто число. Поэтому смотрите, у нас каждому... У нас каждый когмологический класс эквивалентен классу какого-то числа. Да? Вот. Это значит, что у нас на самом деле H1 от S1, это у нас R. И вот это вот отображение, оно устроено просто. Да, у нас омеги сопоставляется число 1 на 2π интегралы... Вот такой вот. Вот как бы мологическому классу сопоставляется у нас вот такая вот вещь. Смотрите, как бы, значит, что здесь... Что здесь надо сказать, да? Значит, у нас... Значит, это у нас... Значит, смотрите, мы можем... Значит, если брать в качестве омеги число, то мы можем получить здесь любое число, поэтому это у нас сюръекция. А второе, значит, у нас ядро равно нулю. Почему? Ну, потому что если форма переходит в ноль, тогда она у нас является точной, да? Тогда у нас... Это очень классно. Советно? Это изоморфизм. Вот. То есть, как правильно сказать? Я говорю, что вот это вот у меня изоморфизм между линейными пространствами, а доказываю это так. Я строю отсюда, вот сюда, вот такое вот отображение. Оно сюръективно. Ядро у него ноль, то есть оно инъективно. Поэтому это у меня изоморфизм. Значит, вот так вот. Значит, мы проанализировали эту штуку. Вот. Но смотрите, как бы дальше действовать просто по... Просто по определению становится невозможно, потому что оказывается, что все гораздо сложнее. и нужно иметь какие-то инструменты. Как бы алгебрическая топология – это очень большая наука, там очень много разных инструментов, поэтому мы можем сегодня обсудить только какие-то совсем простые вещи, но нам нужно сперва обсудить какие-то свойства. Вот давайте мы заметим вот такую вот вещь. Вот у нас есть M, вот у нас есть N, а вот есть отображение F. Да? Угу. Смотрите, как бы тогда мы знаем, что у нас есть отображение F звездочка на соответствующих пространствах форм. Да? Обратный образ формы, как мы с вами обсуждали. Значит, тогда что у нас здесь будет? Значит, у нас тут будет вот что. Значит, давайте мы вспомним, что у нас дифференциал коммутирует с обратным образом. Значит, мы когда-то с вами обсуждали, что есть вот такое вот замечательное свойство. Но тогда смотрите, как бы. Вот пусть у меня омега замкнута. Следовательно, D омега равно нулю, да? Следовательно, D от F звездочка омега равно F звездочка D омега равно нулю. Следовательно, F звездочка омега замкнута. То есть, смотрите, обратный образ замкнутой формы переводят в замкнутой. Точно так же. Омега точная. Следовательно, омега равно D тета. Следовательно, у нас F звездочка от омеги равно F звездочка от D тета равно D от F звездочка от тета. Следовательно, у нас F звездочка омега будет точная. Поэтому у нас получилось такое утверждение, что F звездочка от замкнутых, только мы это обожаем, формы из N в M, значит у нас замкнутые формы на M, они лежат в замкнутых формах на M, точные лежат внутри точных, следовательно, у нас есть корректно определенное отображение. Смотрите, между группами когомологий, мы тоже обозначаем его F звездочкой сверху, как оно определяется, значит F звездочка от когомологического класса омеги, это по определению когомологический класс от F звездочка омеги. Корректность, она устроена, значит как, нужно просто взять, заменить представителя в когомологическом классе и увидеть, что все будет хорошо. Ну, элементарно, если я заменю здесь омегу на омегу плюс D тета, у меня будет здесь значит F звездочка омега плюс F звездочка D тета, но я знаю, что это у меня F звездочка омега плюс D, F звездочка тета, это точная форма, поэтому это тот же самый когомологический класс, что и здесь. Вот, поэтому у нас определено корректно вот такое вот отображение, да, смотрите, как бы, это у нас отображение линейных пространств, сумма, сумма переходит в сумму, да, то есть, значит, F звездочка из H катых на N в H катые от M, это у нас гомоморфизм линейных пространств. Более того, значит, так как у нас F звездочка от Сигма на Тау, это F звездочка Сигма на F звездочка Тау, да, значит, F звездочка у нас из H от N в H от M, это у нас гомоморфизм колецка. Гомоморфизм колецка, гомоморфизм колецка, гомоморфизм. Вот, причем давайте мы заметим следующую вещь, вот если у нас есть M, значит, в N, а здесь, значит, в L, это у нас F и G, да, в действительности есть тогда отображение F, а потом G, значит, в гомомологиях у нас тогда отображения будут обратные, да, у нас, значит, здесь будет H катые от M, значит, H катые от N, H катые от L, да, значит, здесь будет у нас обратный образ G, здесь будет обратный образ F, да, значит, а здесь, значит, у нас будет тогда, значит, обратный образ вот этой вот штуки, значит, поэтому мы из этого видим, что у нас G на F обратный образ, это, смотрите, сперва G со звездочкой, а потом F со звездочкой, вот. То есть у нас, на самом деле, значит, у обратного образа есть вот такое вот правило, что происходит, если мы берем там композицию отображения, вот. Теперь смотрите, как бы, вот так вот тупо в лоб, даже доказать для R2 уже очень трудно, как там устроены какомологии, но мы попытаемся. Смотрите, давайте мы докажем такое утверждение, оно называется Лемма-Пуанкаре. А Пуанкаре — это такой видный французский математик конца 19-го, начала 20-го века, который сделал очень многое, в том числе он в каком-то смысле отец топологии, да, значит, Лемма-Пуанкаре — это утверждение следующее, что у меня группа когомологии от Rn прямо умножить на R, да, то есть это Rn плюс 1 — это то же самое, что соответствующие когомологии от Rn. Вот. То есть, смотрите, это значит, что когомологии у R2 такие уже, как у R, у R3 такие же, как у R2, то есть такие же, как у R и так далее. То есть когомологии у Rn по индукции тогда они получаются такие же, как у R. Доказательство здесь такое непростое, но мы сейчас его обсудим. Вот смотрите, вот у меня есть, значит, Rn на R, а тут у меня есть Rn, да. Давайте вот я в Rn координаты буду обозначать x, это у меня x1, xn, а в R координаты у меня будет t. Смотрите, вот у меня здесь есть два отображения. Вот сюда вот есть отображение π, да, вот π от x, t — это у меня просто x, да, я забываю просто последнюю координату. А здесь есть такое вот отображение, давайте обозначим его S0. Значит, S0 от x — это у меня x0, да, то есть π — это называется обычно проекция, а S0 — это называется вложение нулевым сечением. Вот, да, значит, давайте мы заметим, что у нас, если мы, значит, сперва сделаем S0, а потом сделаем π, да, вот мы x отправим в x0, а потом отправим обратно в x, это у меня тождественное, это у меня тождественное отображение, да. Поэтому, да, поэтому у меня, значит, π на S0 обратный образ будет такой же, как у тождественного отображения, ну, понятно, что у тождественного отображения обратный образ — это тоже тождественное отображение, а здесь это у нас, значит, S0 на π, значит, у нас будет тождественное отображение, да. Причем, смотрите, это тождественное отображение откуда-куда, да, значит, оно у нас будет, значит, сперва, значит, вот сюда, а потом вот сюда. Отлично. Начина, теперь смотрите, давайте мы докажем вот такую вещь, докажем, что, вот здесь я должен сказать одну вот такую вещь, у нас F звездочка, одноимен, обозначает обозначение на формах и отображение на когмологических классах, да, вот, поэтому я, если я пишу какие-то тождества, да, то я должен объяснять, как бы это у нас на формах или на, или на, или на когмологиях, здесь все равно, да, а вот дальше будет не все равно, докажем, что, значит, на формах вот разница между тождественным отображением и P звездочка на S0 звездочка представляется как плюс-минус DK плюс-минус KD для некоторого K. для некоторого отображения K. Да, значит, почему нам хочется это доказать? Тогда, значит, если это так, значит, если это так, то на когмологиях у нас, смотрите, у нас разница между ними, значит, если я применю это к какому-нибудь классу Омега, да, это у нас будет, значит, класса плюс-минус DK Омега плюс-минус KD Омега, да, смотрите, вот, вот это вот равно нулю, так, как Омега замкнуто, да, у нас представители, представители в когмологическом классе, он замкнут, да, значит, это будет, значит, плюс-минус DK Омега, ну, смотрите, эта форма точная, поэтому это будет 0, то есть у нас, смотрите, у нас на формах вот это не равно этому, потому что есть разница, но на когмологиях, тогда у нас это будет просто тождественное отображение, у нас уже будет из, ой, у меня M, да, кто у меня, кто у меня M, да, значит, M у меня тут это, это, значит, R, N в R, да, здесь у меня будет, значит, из R, N на R, значит, в H, K, T, R, N на R, да, отлично, значит, давайте мы посмотрим, кто у нас тут, куда вообще действует, да, вот, если я, значит, возьму здесь какую-нибудь, значит, смотрите, значит, давайте мы скажем, что у меня, кто у меня такой K, да, вот у меня и звездочка перекидывает отсюда вот туда, поэтому K у меня должно действовать, да, а P-зюдочка у меня потом движется вот сюда, поэтому, значит, K у меня, нет, сейчас, S туда, S-зюдочка вот туда, поэтому K у меня действует вот здесь, да, то есть вот это самое K у меня должен действовать, значит, из форм какой-то степени Q на R, на R, в форму той же самой степени на R, N на R, да, значит, вот, как мы его определим, вот смотрите, как у меня вообще устроена K-форма на вот этом пространстве, давайте мы, я напомню еще, что здесь координаты у меня X1, XN, а здесь координаты у меня T, да, вот здесь у меня здесь лежит форма, тогда она представляется у меня в таком виде, да, вот здесь будет, значит, Омега и 1 и так далее, и Q от XT на DX и 1 внешне на DX и Q, вот это та часть, где нет DT, а дальше будет часть, в которой есть DT, да, значит, плюс, а здесь будет какая-то там Омега и 1 и так далее, и Q минус, ну, давайте я не буду писать E, я буду писать G, да, значит, G1 и так далее, GQ минус 1 от XT, а здесь у меня будет, значит, DX, G1 и так далее на DX, GQ на DT, о, вот такая вот у меня будет штука, да, отлично, давайте я определю тогда K вот таким вот образом, что у меня K Омега, это будет вот, смотрите, вот, вот эта часть, она будет ее отправлять в 0, а вот эту часть она будет отправлять в интеграл, то есть у меня будет такая штука, мне будет, сейчас, мне хочется понять, в каком порядке я хочу их там расставлять, давайте, знаете, давайте я поставлю сперва DT, а потом остальное, да, у меня будет DT на, там, вот, там, DX, G1 на DX, GQ минус 1, тут может быть, ну, например, шляпочка, да, там, 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 значит, это у меня будет, значит, интеграл от 0 и до, да, и до Т, да, значит, от вот этой самой Омеги G1 с крышечкой GQ минус 1 ДТ, это будет мне какая-то функция, да, умножить на вот эти вот оставшиеся, да, понимаете, что здесь у меня зависимости от Т нет, потому что я по Т, А, ну, нет, есть, потому что там, там, там у меня зависит от Т. Отлично, ну, давайте мы теперь посмотрим, как бы, на вот эту вот правую и левую часть, да, это теперь нужно, нужно, нужно посчитать, да, вот смотрите, что у меня, значит, сделает S0 звездочка от Омеги, да, вот смотрите, S0 звездочка, вот что делает S0, да, но X заменяет на X0, то есть T равно 0, поэтому обратное отображение, это просто подставить T равно 0, да, смотрите, если T равно 0, тогда вот та часть, которая с ДТ, она у меня просто исчезнет, исчезнет, а здесь вместо T подставится 0, поэтому это значит мне будет Омега и 1 и Q от X0 на DX, значит, и 1 на DX и Q, да, отлично, дальше у меня будет, значит, P звездочка от, значит, S0 звездочка Омега, да, ну, что у меня делает P, да, но он просто переводит у меня XT в X, да, поэтому, значит, обратная штука, она на самом деле ничего не делает, да, просто, как бы, ну, а она, если вот эту сторону забывает T, вот эту сторону, как бы, она, ну, как бы, ничего и не будет, поэтому у меня будет, значит, вот такая вот штука. Отлично, тогда у меня, значит, вот тождественное минус вот-вот это, значит, вот, значит, тождественное минус вот-вот это вот равно, значит, у меня Омега, значит, минус вот-вот этого части. хорошо давайте значит теперь мы посмотрим что у меня будет соответственно вот здесь давайте я посчитаю д.к. значит д.к. омега значит что значит у меня камень к омега она посчитана у меня здесь вот данность я буду брать просто дифференциал от вот такой вот штуки на а как он у меня будет устроен данный смотрите у меня будет производная этого дела по t умножить на дт на весь вот этот хвостик на начать дифференциал под по t от вот этой штуки значит это у меня будет просто под интегральная функция данность вот вот это значит же один же ку минус 1 от икс т значит значит дт на все вот вот это вот да значит а дальше нас я еще должен взять производную по иксы там да поэтому не будет еще плюс данность плюс мне будет еще этот интеграл от нуля и до т тут не будет производная вот этой штуки по каждому значит там икс какому-нибудь там нужна кать переменная которая еще не используется какая-нибудь там и и жиданка эй эй значит тут мне значит будет же один же ку минус 1 значит от икс т дт значит на вот такая штука и все это значит на все это значит меня будет на d икс эй на d икс же один то дали на d икс же q минус 1 отлично к д давайте давайте посмотрим значит д омега у меня будет устроена на как это значит не будет дифференциал вот вот этой вот штуки значит по т на d т да тут мне значит будет все аргументы значит да икс значит т дт на вот эти д икс и один так далее на д икс и q плюс дальше будут у меня производные значит и один акваны к т значит по x l и тут будет че д cz на д икс и 1 на д х это у меня здесь здесь мне производной патт не будет потому что значит она вылетит у меня да Значит, плюс, тут будут у меня производные вот эти вот штучки по dxLt на dxL на dt на dxG1 и так далее на dxGQ-1. Вот, значит, тогда что у меня тогда будет такой КД? Значит, КД делает у нас, значит, что? Оно то, в чем нет dt, просто выкидывает, да, то есть оно, значит, просто выкинет это, а остальное интегрирует, да. Смотрите, что будет здесь? Вот здесь я буду интегрировать полную производную, да, поэтому у меня получится здесь вот эта омега в t минус она в нуле. То есть у меня будет здесь вот эта самая омега и 1 и Q от XT на вот это, значит, там dx и 1 на dx и Q минус вот эта самая омега в нуле. Еще раз, это у меня К, примененная вот этому делу, это просто творчество ньютон-лебенца. Это исчезнет, а от этого будет что? Смотрите, мне, чтобы dt поместить сюда, нужно будет поставить знак минус, у меня будет минус, да, минус интеграл от нуля до t от вот этого самого омега с крышечкой G1 и G-Q минус 1 от XT, значит, dt, да, и вот это все умножить на dx, g1, dx, G-Q минус 1. Ну, давайте посмотрим, как бы, вот у меня, значит, как мне собрать, тут у меня получалась вот такая вещь, а что у меня будет здесь, да, значит, у меня должна быть минус, минус часть, которая омега от X0, она у меня вот, да, значит, у меня будет там плюс KD, да, вот, а еще у меня будет полностью омега, она будет у меня откуда, да, значит, у меня отсюда берется вот эта вот часть, да, вот, вот она у меня, а вот эта часть с крышечкой, она будет у меня браться, сейчас, она будет у меня браться отсюда, да, то есть у меня получается, да, а вот эти вот интегралы, да, они у меня просто сократятся, мне получается здесь KD, сейчас, нет, KD, DK плюс KD, вот такая штука у меня получается, то есть там знаки, они могут быть разные, да, мне это не важно, но у меня, значит, вроде бы получилось, что вот это самое id минус P со звездочкой на звездочкой равно, давайте посмотрим еще раз, подчеркивая разным цветом, да, как бы, вот у меня здесь есть омега, омега состоит из двух частей, да, значит, у меня омега с крышечкой, она возьмется у меня вот отсюда, из ДК, а омега, значит, без крышечки у меня возьмется отсюда, вот она, да, отлично, дальше у меня есть вот, вот эта часть минус омега без крышечки, куда вместо Т подставлено 0, вот она у меня здесь, а еще у меня и там, и там есть слагаемое, которое сокращается, да, смотрите, у меня вот в ДК у меня стоит вот этот вот интеграл, и в КД у меня стоит вот этот вот интеграл, они сократятся, поэтому, значит, вот у меня это верно, да, отлично, тогда, значит, что у меня получается, да, значит, у меня получается, значит, следовательно, значит, поэтому, вот у меня есть Ашкатэ от РН на Р, да, вот у меня есть Ашкатэ от РН, значит, вот сюда у меня действует П со звездочкой, сюда у меня действует С со звездочкой, я знаю, что, я знаю, что если я сделаю, значит, П со звездочкой, а потом с это у меня изоморфизм на этом не тождественное и наоборот да я знаю что если сделаю сперва с со звездочкой а потом писать . это тоже у меня тождественное отражение поэтому у меня это просто значит изоморфизмы и на этом доказательство у меня заканчивать смотрите как бы это не все потому что можно тогда заметить следующее можно заметить такую вещь что если я заменю здесь rn на любое многообразие то у меня работает тоже доказательства просто мне в каждой карте к нужно определять вот так вот значит так доказать стоимость в каждой карте к определяем как и раньше смотрите у вас у вас каждая форма она запишется вот в таком виде независимо от выбора карты потому что координата ты у вас здесь играет улика у вас определиться так поэтому значит это у нас будет будет вот такой вот вещь очень хорошо теперь давайте мы заметим следующее важное замечание замечание значит если взять с 1 от x который x 1 то это доказательство работает для к где интеграл от единицы и до т то есть вот если я буду брать вот отображение с 1 от x которая x вкладывает как x 1 а здесь я заменю здесь этот предел в интеграле на 1 то у меня все работает почему это важно давайте я напомню такое определение которое у вас скорее всего было в курсе в курсе топологии но у нас она будет чуть-чуть другие значит я скажу так определение значит два гладких отображения значит f0 и f1 из м в н и напишу в скобочках гладко гомотопные значит если есть гладкое отображение значит если есть гладкое отображение в скобочках называемые гомотопии значит f большое значит из м на отрезок 0 1 в н такое что у меня f от x 0 равно f0 от x а f от x 1 равно f1 от x то есть матрика была скорее всего такое определение в курсе в курсе топологии уже было да только там отображение было только там это положение были непрерывные и гомотопия должна была быть просто непрерывным отображением здесь мы говорим что два отображения из м в н гладко гомотопные если есть гладкое отображение вот вот такое да которая называется гомотопии да такое что вот f0 это получается из-за большого из подставить нолик а f1 получается из-за большого си и если подставить единичку почему нам это интересно потому что оказывается что верно вот что верну вот такое вот утверждение очень важно утверждение депутат теорема теорема да а значит вот мы вот такую штуку да извиняюсь не написал мы обозначаем что f0 тильда f1 да это вот мы пишем что f0 гомотоп на f1 теорема если f0 гомотоп на f1 то f0 звездочка равно f1 звездочка на когда молодых вот эти оказывается что если вы пошевелите отображение так что она при этом остается в свой в своем классе гомотопии то есть как бы . то обратный образ на кормолог будет тот же смотрите отображение на формах будет будут разные но в кормологиях они будут одинаковые это замечательные обстоятельства доказательство доказательство такое простое на самом деле смотри давайте мы эту гомотопию как-нибудь продлим до значит продлим f до f значит из м на r в это неважно как да как бы неважно а пересмотрите как бы а вот у меня есть значит отображение такое вот м в м на r до которая с 0 на смотрите с 0 x это у меня будет просто пара x0 у нас такое у нас такое отображение уже было а еще есть отображение с 1 до значит которое было вот такое с 1 от x равно x 1 досмотрите у меня f0 это у меня просто такая вот композиция с 0 а а потом композиция с f а f1 это у меня композиция f с 1 в самом деле я x вкладываю как x0 а потом я применяю f не получается f от x ну так это у меня f f 0 от x досмотрите а тогда это это теорема и излемы планка и она получается просто просто таки даром потому что смотрите у меня f 0 обратный образ это f на с 0 обратный образ но я знаю что это мне будет вот такая вот штука смотрите я же знаю что на когомология да вот как вот р.н. да тут вот м у меня с . будет просто обратно пи со звездочкой поэтому это будет просто пи со звездочкой обратно и на f со звездочкой но смотрите у меня и с 0 и с 1 они будут обратно и да вот тут не вот нолик был да и себе там и единицы в со точно то же самое было бы поэтому это мне на самом деле с 1 звездочка на м звездочка а это у меня f на с 1 звездочка а это у меня f 1 звездочка вот так вот смотрите это ведет нас к значит к следующему утверждению очень следующему определению очень важного смотрите вот у нас есть то что называется дефиаморфное многообразие да вот м там дефиаморфный что это значит значит вот у меня вот есть м вот у меня есть и он вот у меня тут есть отображение f тут у меня есть отображение же и у меня f а у меня сделать же а потом f это у меня торжественное отображение n а сделать значит f а потом уже это у меня торжественное отображение гладкие отображения и они взаимно обратные но почему должен дефиаморфим ты знаешь что есть если здесь есть отображение из м в н она гладкий у него есть обратный который тоже гладкой да так вот ровно это здесь и написано на а теперь давайте я изменю здесь кое-что я скажу следующее определение м и n гомотопические эквивалентны значит обозначение м тильда да вот как у нас гомотопное отображение обозначается одной тильда и такие гомотопические эквивалентные обозначается одной гомотопические эквивалентны значит если существуют значит отображение значит и из м и же из м такие что это положение такие как сделать да а вот эти два требования изменены на тв breathtaking f нож и она не равно а гомотопические эквивалентно торжественному отображению н ауются потом же она не равно а гомотопические эквивалентно торжественного отображения то есть смотр если в определении дефиаморфности у меня эти многообразия они должны иметь такие вот отображения с вот такими свойствами то здесь это более слабое свойство то есть мы на семинаре значит увидим что это такое слабое требование в ком-то смысле но слабее чем дефиоморфизм например у вас плоскость с выколотой точкой и окружность они конечно же не дефиоморф на не даже разной размерности до 1 и 2 они не могут быть дефиоморфами но но это самая плоскость выколотой точки и окружность они гомотопические эквивалентны почему это нам интересно потому что у нас есть вот такое вот утверждение если м гомотопические эквивалентно то их к гомологические группы изоморфны доказательство очень простое почему потому что вот у нас есть значит м н вот у нас есть вот у нас есть же тогда что у нас будет с гомотопическими группами залатность вот у нас будет значит ашка ты от м вот у нас будет ашка ты от н да тут у нас будет f со звездочкой тут на другую сторону как всегда будет же со звездочкой а до смотрите вот здесь вот значит у нас и же а потом f это то же самое что тождественное отображение но это значит что что у нас тогда f на же со звездочкой которая у нас же со звездочка на f со звездочкой это будет у нас тождественное отображение из к гомологии n в к гомологии а то что у нас f а потом же гомотопический эквивалентно тождественное отображение м силу вот вот этого вот утверждение у нас мои у нас если эквивалентные к гомотопическое отображение отображение в к гомологиях равны поэтому ты сидишь эквивалентно то здесь стоит равенство на а здесь соответственно будет значит же на f звездочка которая у нас и звездочка на же звездочка будет у нас дождественное отображение значит и слитму в las would и вот это на это тождественное значит это на это тождественное тогда они за и на взаимно обратно тогда у нас звездочка равно же звездочка минус 1 значит и все смотрите давайте мы сейчас Сейчас обсудим то, что называется «язык точных последовательностей». Что такое последовательность? Это у нас просто такой вот набор отображений векторных пространств и гоморфизмов между ними. То есть вот это у нас векторное пространство. А вот это вот у меня… А вот эти самые FI-1, FI-2, 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 FI-2. Так вот, значит, первое такое определение. Значит, вот это, значит, вот последовательность точна вот в АИ там, если… Требование такое, чтобы у нас ядро вот этого равнялось образу этого. Если образ FI-1 совпадает с ядром следующего. Да? Ну вот, и второе определение. Последовательность точна, если она точна в каждом члене. Это может показаться какой-то такой странной алгебрологической заумью, но я уверяю вас, что это понятие, оно очень хорошо описывает многое из того, что вы уже знаете. Примеры. Вот что будет, если у меня 0 в А, в Б точна. Следовательно. Пусть мне здесь какое-то отображение альфа, да. Смотрите, как бы, вот это просто значит, да. Смотрите, здесь у меня есть всего одно слагаемое, в котором можно проверять точность, да. Поэтому смотрите, значит, у меня ядро альфа равно образу чего? Смотрите, есть одно единственное нулевое… Есть одно единственное отображение нулевого векторного пространства в любое пространство. Почему? Потому что по свойству гомоморфизма векторных пространств ноль переходит в ноль, да. Ноль переходит в ноль, значит, это у меня… Значит, ядро такого вот нулевого отображения – это будет ноль. А что такое, что ядро альфа ноль? Это значит, что альфа – это у меня, значит, инъекция. Ну, или на языке там алгебы это называется мономорфизм. Да, отлично. Другой пример. А в Б в ноль. Вот у меня альфа, точна. Тогда что это значит? Это значит, что у меня образ альфа равен чему? Смотрите, это будет у меня, значит, ядро нулевого отображения вот этого. Смотрите, у меня есть единственное отображение, которое переводит линейное пространство в нулевое пространство. У меня любой вектор переходит в ноль. Тогда ядро – это у меня все. Следовательно, у меня альфа – это у меня сюрреция. Ну, или как это называется там, эпиморфизм. Да, смотрите, да, вот если у меня есть посредственность ноль в А, в Б, в ноль, и вот это у меня отображение альфа, значит, она у меня точна. Тогда это значит что? Это значит, что у меня альфа, смотрите, вот источность из 10 альфа у меня инъекция, а источность из 10 альфа – это у меня сюрреция. Тогда это что? Тогда это у меня просто изоморфизм. Поэтому смотрите, вместо того, чтобы писать там что-то там инъекция, сюрреция или изоморфизм, я могу просто писать такую вот одну из этих трех штук, да, и просто говорить, что эта посредственность точна. Я уверен, что это продолжается дальше. Посмотрите, вот пусть у меня есть ноль в А, в Б, в С, в ноль, значит, точна. Это у меня отображение альфа, это у меня отображение бета, да. Значит, что я знаю, что у меня бета – это у меня сюрреция, да. А другой стороны, я знаю, что у меня образ, да, образ у меня изоморфин B по ядру бета, да. У меня образ, который у меня полностью C, потому что бета – это сюрреция, по основной теореме – это вот эта вещь. Но ядро бета – это образ альфа. Смотрите, альфа у меня – это инъекция, это вложение, поэтому я этот образ, который у меня альфа от А, я могу его просто отождествить с А. Поэтому мне пишут вот такую вещь. Поэтому смотрите, вот взять и сказать, что C – это фактор B по А – это то же самое, что написать вот такую вот точную последовательность, да. Поэтому смотрите, язык точных последовательностей, он удобен для формулировки всяких там свойств линейных отображений. Почему это интересно нам? Смотрите. Пусть у меня есть M – это многообразие. Я представлю его как объединение двух открытых его областей U и V. Тогда смотрите, у меня есть такая вот теорема, значит, теорема, значит, это теорема о длинной точной последовательности Майера Виториса. Значит, теорема – это следующая, значит, следующая последовательность точна. Значит, эта последовательность, она называется длинная точная последовательность Майера Виториса. Доказательство ее точности, оно длинное и сложное. Если бы была у меня еще одна лекция, я бы доказал, а так доказательств не будет, но мы ее сейчас выпишем. Она устроена так. Значит, 0 в H0 от M, а дальше в H0 от U плюс H0 от V, а дальше в H0 от U пересечение с V. А потом в H1 от V и так далее, пока мы не приедем в степень N. А дальше дело пойдет в H1, который у меня 0. N – это размерность M. Давайте я здесь немножечко скажу только про два отображения, которые здесь простые. Да, вот смотрите, вот у меня есть вот HKT от M, отображение, давайте назовем его альфа, да, HKT от U плюс HKT от V. Это отображение очень простое, альфа от класса формы омеги, это такая вещь, класс от омеги ограниченной на U на омега ограниченная на V. Это очень простое и естественное отображение. Форма ограничивается на U, форма ограничивается на V. Дальше есть отображение, которое у меня вот отсюда, вот сюда, давайте назовем его бета, там HKT от пересечения. Оно установлено тоже просто. Вот здесь у вас есть класс Сигма и класс Тау, а оно переводит его вот во что. Как-то я непосредственно пишу, да, давайте посмотрим, что бета от вот этого дела, да, значит, она равняется вот чему. Это Сигма, ограниченная на пересечении, минус Тау, ограниченная на пересечении, и взять А от этого класса. То есть вот это вот у нас альфа, вот это вот у нас бета, а вот здесь стоит вот этот вот, то, что называется повышающая степень гоморфизма, гоморфизм, он определяется хитро, мы даже определять его не будем. Почему? Потому что, как мы увидим на семинаре, на самом деле, знание того, что такая посредственность точная, позволяет нам вытащить очень много информации про когмологические группы, даже не зная, как именно устроено это самое отображение дельта. Смотрите, это вот как вот здесь, понимаете, вот неважно, какие конкретно здесь стоят отображения альфа и бета, да, я знаю, что если она точная, то С у меня изоморф на Б на А. Значит, в чем смысл посредственности Майера Бениториса? Вот в чем, как бы, вам очень трудно посчитать гомологическую группу для какого-то сложного многообразия. Это, как, это возможно в смысле компьютерном, да, вы можете построить там покрытие, и по каким-то там данным этого покрытия это посчитать, это будет такая сложная комбинаторная задача, которая будет сводиться к вычислению ранга каких-то там очень больших матриц. Вот. А можете сделать вот как, вы разбиваете многообразие на два подножества У и В, которые проще, и оказывается, что если вы что-то знаете про когомологии У и В, то с помощью этой посредственности вы что-то сможете сказать про когомологии М. То есть длинная точная посредственность Майера Бениториса, она позволяет вам вычислять когомологии М в каких-то случаях по когомологиям его частей У и В. То есть как бы вы разбиваете на меньшие части и таким образом делаете, значит, ну мы на практике, на семинаре увидим, как это все устроено. Ну и на этом, значит, у нас эта лекция заканчивается, ну и с ней заканчивается этот курс. Спасибо, что были с нами.